Боинг Веролл-235 участвовал в конкурсе на создание ударного вертолета, ставшего в будущем Апач. Впоследствии Боингу удалось создать весьма необычный вертолет с уникальной схемой размещения экипажа на скосы. Легендарный американский ударный вертолет Апач имеет грубовато-угловатый, мгновенно узнаваемый силуэт. Он стал победителем конкурса перспективных ударных вертолетов, объявленного Пентагоном в 1972 году, после того, как возрождение вертолета Райдер Локхит H-56 Украин было отменено. В то же время предложение компании Боинг вместе с Грумман было моментально отклонено Пентагоном, и Хьюз Хеликаптерс со своим Я-64 выиграл конкурс у Белл в финальном раунде. В противном случае, его можно было бы считать самым уродливым боевым вертолетом, когда-либо выпускавшимся компанией Боинг. Спереди так оно и есть. Однако с другой стороны, он в буквальном смысле не так уж плох. Поэтому большинство фотографий двух BV-235 были сделаны не спереди. Он был создан на базе другого будущего неудачника, Юг-61, транспортного вертолета, который разрабатывался на конкурсной основе для замены Белл Ух-1 и Рокес. В 1977 году его победила компания Сикорский, с Юг-60, позже Блэк Хавк. Боинг Веролл-235 напрямую использовал некоторые конструкции, и с Юг-61, используя два турбовальных двигателя General Electric T-700, приводящих в движение четырехлопастные винты. Хвостовая часть вертолета и хвостовая ротор были непосредственно взяты из Юг-61. Конфигурация вооружения модели 235 аналогично другим вертолетам. Он оснащен 30-мм пушкой, установленной в турель под передней частью вертолета, боекомплект 1200 снарядов. Он может нести до 16 противотанковых ракет ТОВ или Хеллфайр на коротких крыльях по обе стороны фюзеляжа, а также может перевозить ракетные пусковые установки. В ударном варианте, также известном как Model 235, конструкторы Боинг решили поэкспериментировать с размещением экипажа. Тандемная компоновка Белл Ах-1 Кобра, первого специализированного противотанкового вертолета, представленного в 1965 году, позволила уменьшить лобовую проекцию вертолета. Однако связь между пилотом и оператором вооружения была затруднена и сидящий второй пилот имел плохой обзор вниз. Казалось, что единственным выходом было посадить пилота и оператора рядом друг с другом. Однако компания Боинг предложила третье решение. Оператор будет сидеть справа, а пилот на наклонном сидении в задней части кабины. Носовая часть BV-235 асимметрична и построена короткой слева, чтобы пилот мог смотреть вниз. Ответ на вопрос, почему Боинг избежал обычного варианта бок о бок, остался где-то внутри компании. Однако две максимально похожие заявки на Юг-61 для двух разных конкурсов в Пентагоне бы просто не поняли. В итоге Боинг Виролл-235 не прошел в финальный раунд конкурса, однако это не помешало Боингу выиграть этот конкурс задним числом. Хотя в 1975 году именно Хьюз Хеликаптерс выиграла конкурс на усовершенствованный ударный вертолет. В 1984 году он был поглощен компанией Макдоналдс Дуглас за 470 миллионов долларов. Затем, в 1996 году, компания Боинг купила Макдоналдс Дуглас.